Уэй-вэй-вэй, всем чао! Меня зовут Корней Сгибнев и вы на канале Спагетти 3D. В сегодняшнем видео мне хочется с вами поделиться своим неудачным экспериментом в 3D. Мне пришло в голову сделать 1 миллион голов лего. 1 миллион голов лего. И ведь не просто обычный рендер, который ну максимум за 2 часа будет готов. Нет. Я решил сделать анимацию падающих с неба голов. РИП. Это были последние слова, которые слышал мой компьютер. Шутка. Итак, давайте по порядку. Я был занят в одном длинном и слегка скучноватом проекте. Мы делали пропсы подземелья под игровой движок. Ну знаете, пол, стены, колонны, потолок. И вот мне захотелось отвлечься и сделать что-нибудь красочное и интересное, но на скорую руку. По классике я зашел на арт-стейшн в поисках вдохновения и наткнулся на арт Валентайна Фуше. Надеюсь, я правильно произнес имя. Где было изображено энное количество лежащих голов лего. Меня эта идея заинтересовала. Вот только мой арт должен быть более масштабным. В сцене должен присутствовать 1 миллион голов. И я вам сразу скажу, что опыта работы с частицами у меня нет. Посмотрел пару видосиков на ютубе в свое время, и на этом все закончилось. Поэтому я даже не задумывался о том, чтобы сделать модель головы с минимальным количеством полигонов. Так как это потом хорошо так скажется на производительности компьютера во время рендера. Когда в качестве частиц выступают смоделированные вами объекты, будет лучше сделать их супер лоупольными. А не с 700 полигонами, как это сделал я. Думая, ха-ха, это же всего лишь рендер. Зачем что-то оптимизировать? Едем дальше. Текстуры я выполнил в пейнтере. Мне понравилась идея сделать несколько вариаций лиц лего-человечков, чтобы все смотрелось интереснее. Но во время экспорта текстур я снова пожадничал, и решил использовать в рендере 2К текстуры. 1 миллион объектов. С 2К текстурами. Мой компьютер был не особо этому рад. Что ж, пришло время возвращаться в блендер, выставить быстренько свет и начать экспериментировать с настройками частиц. Все работало ужасно медленно. В реальном времени было невозможно оценить, правильно ли работают частицы. Красиво ли они падают? И падают ли они вообще? Они просто взрываются и разлетаются в разные стороны. Превью во вьюпорте у меня двигалось со скоростью, внимание, 0,39 кадров в секунду. А чем дальше шли кадры, тем ниже опускалась скорость их обработки. Минимальная скорость составила 0,01 кадр в секунду. Я проклинал этот проект. Все это дело рендерилось 4 дня. Днем и ночью. 4 дня я плохо спал из-за шума вентиляторов моего ноутбука, который умолял меня прекратить это безумие. Что же в итоге? Не суперинтересная анимация, слегка корявенькая, которую я уж точно не стану переделывать. 4 потерянных дня, задержки с выполнением главного проекта, коим являлось создание подземелья. В общем, позитивного мало. Хотя бы блендер меня порадовал, вылетел всего лишь 2 раза, несмотря на такое огромное количество информации, которое ему предстояло обработать. Блендер молодец. И да, если кому-то интересна судьба моего ноута, то он еще жив и работает исправно. Ноут тоже молодец. Что ж, благодарю за просмотр этого видео. Надеюсь, вам понравилось. Не повторяйте моих ошибок и грамотно продумайте идею проекта, который вы хотели бы воплотить в реальность. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. До встречи совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»